Реконструкция Зареченской школы стала возможной благодаря финансовой помощи со стороны супругов Керимовых. В результате масштабных работ, длившихся несколько лет, здесь появились два плавательных бассейна с многоступенчатой водоподготовкой, своя ледовая арена и двухзонный спортивный зал. Школа эта сегодня вполне заслужена, считается одной из лучших, если не лучшей в регионе. Это самое современное учебное заведение на территории Одинцовского района. И такая реконструкция произошла благодаря семье Керимову, Сулейману и Ферюзе Керимову, которые за собственные деньги осуществили эту реконструкцию масштабную и сделали такой подарок Одинцовскому району. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил члена Совета Федерации Сулеймана Керимова и его супругу Ферюзу Керимову орденами за заслуги перед Московской областью. Под Москвой работает 1500 школ, средних образовательных школ. Но одна особенная, это школа ваша, в которой вы учитесь. Школа особенная, потому что здесь каждая аудитория, каждый уголок, каждый сектор сделан с особым вниманием и особой любовью. Мы сейчас посмотрели разные творческие блоки, там где учатся дети, спортивный сектор. Это, конечно, великолепно. Поэтому сегодня я хотел бы поприветствовать всех школьников, которые здесь находятся. И позвольте мне еще раз сказать слова благодарности Сулейману Абусайдовичу Керимову и его супруге за то, что этот проект состоялся. Сулейман Керимов получил орден за заслуги перед Московской областью первой степени, его супруга – третий. По словам Фирузы Керимовой, идея подарить детям красивую и комфортную школу родилась давно. Нам очень хотелось, чтобы вы полюбили свою школу как дом. Дом, в котором проводите много часов, дом, в котором делитесь своими знаниями, познаете много нового, общаетесь, дружите и учитесь жить. Глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил, что после капитальной реконструкции площадь школы увеличилась до 30 тысяч квадратных метров. И эти метры – лучшие в области. Зареченская школа является муниципальной. Сегодня здесь обучаются 756 детишек, которые проживают и здесь на территории, и на соседних. Качество образования высокое, но, как сказал сегодня Андрей Юрьевич, в таких комфортных условиях, в которых теперь находятся дети, мы должны это качество образования еще больше повысить. Еще больше должны гордиться нашими медалистами, нашими стубальниками по ЕГЭ, знаниями, которые получают дети в этой школе.